Мэтью Кэмпбелл The Time живописывает город Карабаш в Челябинской области, в промышленном сердце России, употребляя такие выражения, как пережившие апокалипсис, коляска-развалюха и немного скудной провизии. В этих мрачных внутренних землях мало что говорит о вставшей с колен военной сверхдержаве, которую президент Путин, как он утверждает, построил, и которую на прошлой неделе британский военачальник, генерал-сэр Ник Картер, назвал величайшей угрозой Великобритании со времен Холодной войны. Бедность и запущенность рассыпающейся российской сердцевины не то, что Путин хочет показать миру, готовясь принять участие в еще одних президентских выборах через два месяца. 65-летний бывший КГБшник, ставший премьер-министром в 1999 году и с тех пор остававшийся либо президентом, либо премьер-министром, наверняка выиграет еще один шестилетний срок. Это сделает его самым долгоиграющим лидером россиян с тех пор, как Сталин правил Советским Союзом. Бедность уродует и столичные игровые площадки путинской баснословно богатой элиты. В Санкт-Петербурге, втором городе России, где российский президент начал свою политическую карьеру, 600 тысяч человек все еще живут в коммуналках из советской эпохи, часто убогих и нищих. Однако распад внутренних земель происходит в другом масштабе. Тысячи крошечных деревушек, из которых раньше состоял пейзаж Старой России, пустеют, так как их население вымирает. Все, что осталось от некогда процветавших промышленных сообществ, вереница гниющих городов-призраков. Такое обнищание я раньше видел, только когда делал репортажи о гражданских войнах на Западе Африки и в Латинской Америке. Здесь жалкие условия усугубляются запустением промышленности и жесткими российскими зимами, сообщает журналист. Это Африка со снегом, предупредил автора статьи, когда он отправлялся на восток от Москвы, кинорежиссер Андрей Кончаловский. 58-летняя пенсионерка Татьяна Кудрявцева, вдова шахтера, живет в разваливающемся доме в поселке Роза под Челябинском. С четырехлетним внуком, которого бросила мать, и двумя сыновьями. Она едва сводит с концами и с трудом может прокормить малыша и двух своих сыновей, отмечает журналист. Несмотря на нужду, она будет голосовать за Путина 18 марта. За кого же еще? Он раньше дал нам хорошую жизнь, его другие подвели, сказала Кудрявцева. Я ни разу не была в Японии, хотя безвизовая поездка у нас. Я ни разу не была, я не хочу туда. Марида Павлова внимательно следит за международной обстановкой, и российское телевидение помогает ей не упустить главного и вовремя разглядеть коварные замыслы соседей. Я за мирный договор с Японией. Но я против, что поддавали Курильские острова. Если на территории какой-нибудь страны стоят американские базы, я бы никогда не отдала ни метра нашей земли. Потому что все эти базы, которые стоят, с этих баз можно нанести по Дальнему Востоку всегда сокрушительный удар. С третьего этажа у нас на первый этаж у нас все протекает. Это самый ужасный этаж в нашем доме. Юля живет в этой маленькой двушке с дочкой и мечтает отремонтировать детскую комнату и туалет. Вот только накопить на ремонт никак не удается. Мы постоянно ждем, когда к нам прилетит министр обороны в Шайбу. Но никак не получается. Ну никак. Хочется, конечно, увидеть, поговорить. Конечно, у населения есть вопросы. Может, чем-то помогут, может, чем-то откажут. Какая перспектива этого поселка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наверное, дурные какие. Ну, вот на таких вот и держится наша Россия. На комниче. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА